Все, ребята, теперь больше никаких игр, никаких игр, вот, почему? А ты что, Юмичу, не видишь? Не везу, что не везу? Да ты только посмотри на пол, какая кругом грязь, мусор, шерсть! Да уж, ужас! Сейчас Аня придет и будет убираться полдня, а потом готовить, снимать видео, а потом монтировать видео, снова убираться, ну, потом покушать и спать. И получается, играть ей с нами будет, будет некогда, как это? Нам надо с ней серьезно поговорить. О чем, Киса Алиса? Сказать, что нам надо срочно переехать. Куда переехать? В более маленький дом, иначе времени на нас у нее не будет, она только и будет, что убираться. Точнят, Киса Алиса, круто ты придумала! Аня зайдет и нам придется ей сказать все, что мы думаем. Эх, надеюсь, она не расстроится слишком сильно. Ой, ребят, пока мы тут болтаем, я поняла, что мы забыли представиться. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Софи. С Кисой Алисой ты уже познакомился. А я Эйвен, я брат Софи, и это моя жена Миша, если можно так сказать. Мими, Миша, лайк. Мими, Миша, смешно прозвучало. А я Покемон Юмичу, подписывайся вот там внизу на наш канал, чтобы достало 2 миллиона скорей. Да, ура, искать нам лайк. Ставь, 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 ставь лайк, пожалуйста, и пиши свои комменты, потому что за них передаем приветы. Юмичу, ты какая-то слишком странно веселая. Ты что, все-таки пьяненькая, что ли? На тебе что, собачье пиво подействовало? Ничего на меня не подействовало. Эээ, короче, ребята, на нашем канале Мэджик Фэмили, ссылка вот там внизу, вышло новое крутое видео. Где мы вместе с Аней пробовали собачье пиво. Да, потом обязательно сходи и посмотри этот ролик. И несмотря на то, что оно безалкогольное вроде, на Юмичу оно похоже подействовало. Короче, ребята, это не просто пиво, а настоящее пиво для собак. Аня купила его в Англии. И мы его все дегустировали. Понял? Да, похоже, Юми и правда напилась. Это вы напились? Да не напивались мы, что за глупости. Короче, сходи и посмотри это. Они напились, правда? Эээ, не правда, Юмичу врет. Вот увидишь, они там напились. Не верьте, Юми. Напились, ага. Так, Юми и Эйвен, хватит спорить. Ребята сходят и сами посмотрят, и лайк там поставят. Да, вот именно. С мелкой спорить бесполезно. Эй, ну хватит спорить. Короче, ребята, сходите, потом и посмотрите, как мы пробовали собачье пиво. А на Анином канале вышла новая серия Смешилкиных, нашего любимого сериала. Что же будет с Даней Машей? О, какая у нас тут грязюка опять. Капец. Приветик, ребятки. Как делишки, чем займемся? Ань, нам надо серьезно поговорить. Эээ, хорошо. О чем? Прости, но мы все решили. Мы перележим. Ээ, куда? В более маленький дом. Ээ, зачем? Это же наш дом мечты, Мэджик Хаус. Ребят, мы же строили его так долго. Шли к этой мечте. Зачем нам переезжать? Тут же так здорово. Разве вам не нравится тут? Нравится, Ань. Очень нравится. Тут кругом есть где гулять. Очень много места. Да, есть где нам тусоваться. Мы очень любим наш Мэджик Хаус. И нам тяжело доосится решение. Так, погодите, я не понимаю, что происходит. Этот дом слишком большой, Ань. Да, вот смотри, какой он кислый, маленький, уютный домик. Удем легко прибежаться. Да не такой уж у нас и большой дом. Но лучше нам переехать в маленькую квартирку. Каждый день, Аня, тебе придется это все убирать. Тратя свое драгоценное время на каждую комнату этого дома. На каждый квадратный метр. И скоро у тебя совсем не будет времени с нами играть. И гулять. Потому что ты только и будешь убираться. Кашмар, осталось только лечь и плакать в подушечку. Да уж, Киса Алиса права. А, все, теперь я поняла. Ребят, да вы че, я же на каждую комнату купила нам друга помощника. Ой, Ань, не знаю, не знаю, о каком ты там помощники или друге говоришь, но в этой комнате всегда так грязно. Потому что я его просто сюда еще не заселила. Он просто недавно приехал. Новый iLife V55 Pro. А, робот-пылесос? Конечно. И теперь он тут будет убираться, а не я. Хм, ну да, в других комнатах у нас такие монстрыки есть. Но в других комнатах и не так грязно, как тут. Это все потому, что тут мы тусуемся чаще всего. И тут грязнее всего. Ох, зря ты, Аня, надеешься. С такой грязью, как тут, точно никто не справится. И уж тем более какой-то робот. Поэтому тебе придется убираться самой. А скорее всего нам придется бросить наш дом. Да, я думаю, Алиса права. Даже этот робот не сможет победить нашу шерсть. И всякий мусор с улицы. Так, ребят, успокойтесь. Во-первых, iLife F55 Pro это новинка. Во-вторых, у него еще влажная уборка есть. Видите эти тряпочки? Он не просто пылесосит, он еще и моет. Так что все пятна он может отмыть. Нет, Ань, ты уж прости, но что-то не верится. Видимо, придется нам переехать. Вот мы и проверим, раз вы не верите. Давайте проведем эксперимент. Ну, окей. Хорошо, тогда мы предлагаем спор. Окей, предлагайте. Если будет, как мы говорим. И он на самом деле не сможет убирать эту комнату. То ты выполняешь любое наше желание. Окей, договорились. А если все-таки он справится, то вы проиграли. И вы выполняете мое любое желание. Ну, ладно, согласимся. Но только, чтобы, ребята, совсем все было честно, я должна намочить вот эту специальную тряпочку. Ну, вообще-то мы так не договаривались. Но это же одна из его функций для уборки. Поэтому это будет несправедливо. Ладно, ладно, пусть намочит. Все равно проиграет. Мне проигрывать нельзя. А то знаю я их сумасшедшие желания. Я к нашей эпичной битве с грязью готова. Кстати, а ребята пока что в комментариях могут придумывать ему имя. Потому что мы каждому нашему роботу придумали какое-нибудь прозвище. Да, у нас уже есть Валли и Ева. Погнали. Вот, смотри, какая куча грязи. Давай, не подведи меня, парень. Хотя, может быть, это девушка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, убрал. Еще и пол вымыл за собой, ага. Смотрите, В55Про, я пока его так буду называть, не пропускает места и не повторяет маршрут. А значит, уберет всю комнату целиком. Не, ну это, конечно, хорошо, но... Но как он вообще поймет, что надо делать? У него же нет мозгов. Зато у него есть автоматический режим. Нажал одну кнопочку и пошел своими делами заниматься. Автоматический режим. Тебе все равно не выиграть. Вот именно. А если сильные пятна, как тут, где-то в одном месте на полу. Смотри. Ага, вот и косяк. Он проиграет. Облом. Можно считать, что мы уже выиграли. Так, надо желание придумать. Ага, подловить пытаетесь. А вот вы и не угадали. У него есть режим точечной уборки. Это что еще за фигня такая точечная уборка? Он просто будет ездить по кругу и вычистит и это пятно, и другое пятно. Смотрите. Так не честно. Вот именно, мы не знали, что у него такое есть. Но, извините, ребята, вы уже предложили спор. Ничего, ничего, у него еще слишком много впереди. Софи, ты правила нарушаешь? Что это, что это я? Ты прямо у него перед носом специально пол пачкаешь. Ничего, ничего, это я не пачкаю специально, понятно? Ну ничего, это еще не конец нашей битвы. Но пока вы проигрываете, смотрите, как чистенько. Ладно, ладно, мы это сейчас что-нибудь придумаем. А, во, я нашла испытание для него. Если вот, например, шерсть и всякий мусор, как тут, позабивались в углы. Дай-ка посмотрю. Да уж, тут очень много грязи. Вот и все, конец твоему счастью. Уголки-то самой придется мыть. Косичок. Так, а я уже, кажется, задание придумала. Точнее, желание. Надо было на вызов принять. Сорить, попозорили маленькую. Точно, может, еще переиграем на вызов принять? Ох, не советую вам спешить, ребята, потому что у нашего роботика разные режимы есть. И есть режим края. Он ездит по краям, вдоль стен и как раз залазит в углы и все убирает. Видите? Включил и забыл, я же говорю. Кажется, вы проиграете. Пора мне придумывать желание для вас. Так, ну-ка, я проверю. Ммм, да, что-то тут слишком чисто. Ладненько. А по поводу того, что ты сказала, забыл и ушел. А он где-нибудь застрял или упал? Как он сейчас там ползает за диваном? И спасай его потом. Да сдавайтесь вы уже, ребята. Вообще-то у него есть защита от падений, и специальные колесики против препятствий. И даже режим, который называется электро-волл. Типа невидимая стена, которая выделяет зону уборки. Да, что-то он слишком умный. Но мы пока не сдадимся. Лучше посмотрите, сколько он в этой комнате грязи насобирал. Пока мы тут экспериментируем. Это правда, конечно. Да, и похоже, вся эта грязь сцепится с нас. И это только на этой влажной тряпочке. А у него же внутри еще контейнер для мусора. Могу себе представить, что мы там обнаружим сейчас. Он достаточно объемный и пока что еще не заполнился. Но там уже нереально много грязи. Ладно, пока что чистить не будем, пусть еще поубирает. Ну, падать он может и не будет, но все-таки всю мебель он испортит. Это почему еще? Потому что он будет бить со своей мордой об ножки дивана. И не только дивана, стулья, столы, да? И все, пока диванчик, вот все посмотришь. Сантиметрика не хватило, ребят. Потому что у него есть защита и от столкновений тоже. Он ни обо что не ударится, можете и не ожидать этого от него. Черт, да что ж такое-то? Сдаетесь? Сейчас дай подумать. Ладно, ладно, зато надо прийти, найти его, включить его, пульт найти, пультом режим выбрать. Или на кнопке нажимать. Вот тебе и робот, глупенький робот-то. Кстати, да, Кисалиса, молодец. Как тебе такой поворотик, Ань, а? Смотрите, какой у нас пол уже чистый. А поворотик? Да пульт это вообще дополнение. У него вообще-то есть расписание. Ты сам можешь выбрать и день, и время, и он будет убираться тогда, когда тебе надо сам. Не надо никуда ходить и включать. Да ладно, ничего себе. Че, правда нажимать ничего не надо? Вот это да. Да, ты спишь себе, а он убирается. Ага, конечно, спишь себе. Как ты спать собралась? Это же пылесос, он должен гудеть. Ой, да ладно. Вы прям слышите, как он сильно гудит? Прям так громко, что спать невозможно. Да, че-то слишком тихо. Ладно, ладно, не гудит он, да, хорошо. Вот-вот, ребят, признайтесь, он же практически бесшумный. Ну, окей, окей, ну-ну, а если он разрядится и убраться-то не успеет? Молодецкий, Салиса, ты сегодня жжешь. Как тебе такой вопросик, Ань, а? Вопросик на самом деле смешной, потому что он два часа без зарядки может убираться. И уж точно за два часа он все успеет убрать, прежде чем разрядиться. И где ты его искать будешь, когда он разрядится? Лазить под диваном? Ха-ха-ха, Мишка, молодец, вот. Ребят, смиритесь, вы не выиграете. Потому что прежде чем он разрядится, он это почувствует и поедет сам себе на зарядку спокойно. И все, он вообще своей жизнью жить будет. Блин, может, Аня и права, и мы проиграли. И нам не надо переезжать никуда. А в квартире он еще быстрее уберется. В любом случае, по-моему, мне пора придумывать желание. Блин, а я уже новую игруху себе заказать решила. Киса, Алис, игруху я тебе и так куплю. Слушайте, ребята, вот тут реально было такое грязное жесткое пятно, какой он мощный, он даже самое сложное убрал. Да, и правда, ничего себе. Я же говорю, а вы все то одно, то другое бурчите и ворчите, лишь бы придраться. Ладно, ладно, Ань. Уговорила, мы согласны. Согласны не переезжать. Я вас уговорила? Да вы просто маленькие вредины. На самом-то деле, вы поняли, что теперь у нас с вами еще больше времени для игры и видео снимать. Пусть убирается он, а мы будем заниматься своими делишками с тобой, да? Так, секундочку подумать, и я скажу вам свое желание, которое вы должны выполнить. Киса, Алис, ты опять в коробку залезла? Закрой. Хорошо. Да, кстати, для ребят, кто тоже хочет себе такой крутой подарок, ссылку на него мы оставим в описании, да? Особенно какой-нибудь мамуле было бы приятно, чтобы у нее было больше времени на себя, детей и жизнь. Да, согласна. Ссылку жми, подарок маме дай. Так. Короче, ребята, переходите по ссылкам в описании на новые ролики на других наших каналах, как мы все вместе пробовали собачье пиво и новая серия Смешилкиных уже ждут вас. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и скоро увидимся снова.